Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале JoyFoxPlay. Не удивляйтесь, я немножко переместил вебку. Мне так удобнее сидеть. Мы играем в игрушку под названием Island War. Короче, война между островами или что-то типа такого, не знаю. Мне эта игрушка понравилась, в ней я как бы отдыхаю, если что. Сейчас я тебе покажу, что мы здесь делаем вообще, в принципе. Ладно, сейчас вот этот вот бой пройдет, я тебе покажу. Мы копим, короче, деньги, копим, короче, вот эти вот деревяшки, чтобы обустроить свой остров, если что. У нас есть тоже такой остров, нам нужно, короче, мэрию, если что, попрокачивать, чтобы, короче, открылся доступ к кастомим локациям. Игрушка чем-то напоминает Total, что-то аккуратно, симулятор, что-то такое на ПК. В смысле, вы меня так быстро разобрали? Серьезно? Так бывает, разве это законно? Короче, ой, извиняюсь. Что я хочу сказать? У нас есть свой остров. Давайте на него пропутешествуем. Если что, вот это вот наш остров, знакомьтесь, это наши чувачки. Они здесь типа сидят, что-то тут делают, короче. Ну, чтобы построить всякие там вот мэрии, стену нам надо, Арнер, Томер, усовершенствуйте мэрию до уровня 3, чтобы построить еще. Короче, нам нужно вот это вот все. Нам нужны монеты, бляха-муха. Нам нужны, короче, деревяшки, доски. У нас нихера нету. Ну, можно так тогда свой даже плод, если что, улучшать. У нас здесь есть наши вот бойцы, наши вот ребята. То есть, ты можешь сейчас посмотреть вот здесь вот так, наведись, пожалуйста. У нас есть лучники, у нас есть копьеносцы. То есть, вот копьеносцы, у нас есть лучники. Мы выстраиваем свою стратегию, едем на соседние острова и даем всем люлей, в общем-то говоря. Ну, сейчас вот в данном случае дали люлей, в принципе, нам. Давайте вкачаем немножко нашего бомбометальщика, если что. Вот такое вот войско у нас есть, чтобы, короче, открыть этот плод, нужно что сделать? Усовершенствуйте мэрию до второго уровня. Короче, наша основная задача, ратуша, наша основная задача, это накопить вот эти доски. Хотя бы на ближайшие несколько серий, не знаю, нравится вам эта игрушка или нет. Но я решил в нее поиграть, знаешь. Я в нее реально играю, я отдыхаю. Просто я сижу так вот на расслабончике, могу с тобой немножко поболтать какой-нибудь ерунды. Погонять на лодке, пострелять вот этих вот немощных придурков. Сейчас нас опять, скорее всего, разберут. Подожди, у нас стратегия немножко другая, мне кажется. У нас какая-то херовая. У нас вот эти вот копейщики, вот эти вот копейщики не справляются. И в итоге, получается, у нас здесь остаются лучники, вот эти две группы. И наши лучники. Сейчас они нас активно разберут, как бы все. Они идиоты, они стреляют не туда, куда мне надо. Зачем вы разбираете дома? Мне нужно, чтобы вы первым делом ломали лучников. Так, что можно здесь придумать вообще? Давай еще чуть-чуть придумаем. Смотри, копьеносцы, фехтовальщики. Я могу же вас объединять, если что. Давайте на первых порах у нас с тобой пойдут, наверное... Так, вот еще бы одну компанию копьеносцев было бы просто неплохо. Так, стой, бомбометатели, иди пока сюда. Я их могу между собой объединять, если что. Давайте на первом этапе у нас будут идти, короче, фехтовальщики. Копьеносцы, это, конечно, круто, но они будут где-нибудь сзади идти. Или нет, все-таки их переделина поставить надо. Пусть они лучше спереди стоят. Я могу поставить еще один отряд лучников, в принципе. Бомбометатели подходят, но они подходят под здание, чтобы разрушать всю вот эту вот хера-бору. Нам нужно сейчас самое главное юнитов, короче, запилить, как только можно. Против нас играет какой-то Джак, Вест, Дыг, Вест, Чуду. Какие-то, как-то герусский, видимо, человек, я не знаю. Давайте посмотрим, как будет происходить дело сейчас. Типа-типа-типа мы ни хера не справляемся. Но у нас, в принципе, остались вот эти вот ребята. Давайте, запилите его. Один мужик пошел добивать всех лучников, его не хватает. Эти дебилы стреляют не туда, куда мне нужно. Какого хера вы стреляете? В здание мне нужно, чтобы вы убивали друг друга. Мне надо побольше крови. Побольше вот этого самого. Бля, я не знаю, они не справляются между собой. И, честно говоря, я немножко в ступоре. Нужно что-то делать. А если поставить сюда, например, бомбометатели, это как-то изменит все это дело? Давайте попробуем сейчас. Тут основной прикол в том, что лучники у меня должны обстреливать ихних лучников. Но, бляха-муха, заместо этого они начинают обстреливать вот это здание. На кой хер? Я не понимаю. Из заграничного обзора некоторые солдаты могут промазать по цели. То есть я могу как-то это все дело выбирать. Я не знаю, я играю второй раз в эту игрушку. Но что-то получается, что-то может не получается. Игрушка залипательная. Реально. Вот я в нее играю, я в нее залипаю, честно говоря. Так, ну давайте, давайте поактивней. Ну, господи, ну. Опять сейчас нас разберут, мы опять сейчас проиграем. Бляха-муха, надо что-то, короче, с этим придумать. Надо с этим что-то делать. Это вообще не дело. Это не дело. У них больше юнитов, если что. Так, давайте соображать. Две четыреста, две четыреста. Ну, это как бы стоит реальных денег. Я не хочу этим заниматься. Если что, получить четыреста кубков, чтобы разблокировать. Это у нас Лига Завоевателей. Мы можем, в принципе, попробовать поиграть в нее. У нас есть немножко другая цель. Просто мне смущает, что я постоянно проигрываю. Это не очень хорошо. Так, какие герои я могу? Я могу какие-то герои купить? Нет вообще? Ледяной лучник. Вот я бы его купил. Я бы не могу купить. Бляха-муха. Я бы не могу купить, потому что у меня карточек не хватает. Ой, что делать-то? Нужно, короче, что-то с этим делать, придумывать. Я не знаю, что с этим делом можно придумать пока что. Давайте попробуем еще на одну битву сходить. Это очень душно на самом деле. Так, ну мы получим, в принципе, 60 дерева получим, 590 монет получим. Мне как раз дерево нужно. Вот куда ты побежал? Человек-бомба бежит куда-то. Взрывайся, убивай там всех. Давайте, 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 давайте. У них очень много лучников. Мне это не нравится. У нас не получается, у них много лучников. Это реально боль и страдания. Эта игра, в принципе, заточена под того, чтобы я тратил как можно больше денег, видимо, да? Бляха-муха, я не знаю, что придумать. Давайте поменяем стратегию. Не знаю, пускай у нас будет здесь вот лучники. Так, давай, иди-ка сюда обратно. Вот сюда вот иди. Сюда поставим лучников. Может, на первые ряды поставить лучников. Я не знаю, как это сработает. Но давайте попробуем так. Можно что-то придумывать, короче, с этим всем делом. Потому что мне это категорически. Мне не нравится, что нас здесь выносят постоянно. Так. Против нас какой-то басху. Мы можем так-то другие платы еще сюда запускать. Но это все откроется после того, как мы с тобой улучшим Мэрию, если что. Так. Ну, лучники начали уже потихоньку разбирать. Они разбирают здание. Я не знаю, зачем они его разбирают. Первым делом, надо, короче, бить вот этих вот полудурошных. Вот этих полудурошных бить. Так. Из ограниченного. Я не знаю, тут какой-то туман войны появился или что. Почему-то плохо видно. Хер бы его знает. Ну, давайте, давайте, давайте. Ну, добивайте их, е-мое. У вас есть все шансы, в принципе. Давай, давай, поактивней. Бляха-муха, ну давай. Вот эта катка, кстати, была бы выигрышная, если бы этот придурок не начал тупить. Ну все, мы опять проиграли. Бляха-муха. Мы проиграли вот из-за этого дурачка. Вот из-за этих дурачков, которые начали стрелять по этому зданию. А, подожди, мы выиграли, что ли? Серьезно, мы выиграли? Прикольно. Нам осталось, у нас осталось вот столько у вас здоровья. Короче, мы выиграли. Прикол, да? Так. Триста... А 382 бревна мы с тобой получили. Но на мэрию он все равно пока не хватит. Так это у нас что такое? А, фехтовальщики Х2. Типа мы можем их прокачать. А, нет, нам дали просто фехтовальщиков. Фехтовальщики это хорошо. Только у меня их ставить пока что некуда. Лучники. Вот лучники, лучники это хорошо. Бляха-муха, я не знаю. Мне нужны еще плоты, потому что у меня очень много бойцов. И много... У меня очень много бойцов и мало юнитов, короче, если что. А ты разве не можешь сюда вот ставить? Фехтовальщиков, зайди сюда. Подожди, тогда сделаем вот так вот. Так, подожди. Вот один отряд фехтовальщиков пойдет сюда. Я их объединил вот между сетями. И поставим еще вот этих. Вот, вот так вот. Давай попробуем сделать вот так вот. Так, ну давай битва. Просто надо понять, как это все работает. Против нас играет какую-то муту. Не знаю, что за муту. Да и в принципе плевать. Мы же не успели подъехать, эти начали уже стрелять. Это, по-моему, читерская херня. Так быть не должно. Стреляйте вы этих, пожалуйста. Вот, бляха-муха, эти лучники, они сейчас нас опять очень быстро разберут. Не успеем сейчас ничего сделать. Пока вы... Вы пока что отвлекаетесь на этих, бляха-муха, этих я вас сейчас просто убью. Бляха-муха. Ладно, хорошо, хорошо. Так, тогда что делаем? Тогда берем один отряд фехтовальщиков назад в казарму. Сюда добавляем отряд лучников. Так, а я могу чуть на острове-то уже сделать, в принципе. Слишком жирно это все стоит, на самом деле. 500, блин, этих. 500 деревяшек. Где мне столько надо быть? Я не знаю. 2 400, чтобы получить какую-то карточку. Ну, в принципе, даже если мы сейчас проиграем вот этот уровень, если мы даже проиграем этот уровень, мы сможем с тобой улучшить каких-то бойцов, потому что у нас будет хватать денег, если что. Так, ну давайте, посмотрим. Лучники сейчас не стреляют, я не знаю почему. Иногда везет, иногда не везет. Вот сейчас мы приехали на остров, в принципе, эти лучники, они как стоят, как дебилы какие-то, так и стоят. Ну все, вам карачун настал чего-то. Они какие-то тупые, вот что они стояли, я не знаю. Грубо говоря, из-за того, что они затупили, мы сейчас их просто выиграем и все. Так, доламы в эти дом, давайте не деньги и пойдем улучшать ратушу. В принципе, сейчас у нас должно хватать все денег и вообще всего. Так, сколько у нас монет? Бляха-муха, совсем чуть-чуть деревяшек не хватает. Ладно, давайте откроем какую-то карточку. Я получил редкую карточку Аркволки. Что за Аркволки? Давай посмотрим. Так, Аркволки, Аркволки. Я же могу посмотреть по описанию, что это вообще такое. Подожди. Аркволки у нас быстрое существо с большим уроном и мощной атакой. Что хорошее Эгейн с группой низких войск здоровья. Если ты понял, что это означает, я хер бы его знаю. Ты молодец. Я не понял, что это означает. Блин, отлучники на первых рядах, между прочим, хорошо справляются. Может убрать от них фехтовальщиков. Так, подожди. Фехтовальщики сейчас пойдут пока что сюда. Сюда мы поставим, короче, этих Аркволков. А я бы их, честно говоря, даже поставил как-то вот так вот на первых рядах. Пусть они бегут в тыл врага. И там разносят всю эту движуху. Мне совсем чуть-чуть не хватает, короче, на улучшение мэрии. Поэтому давайте еще одну битву сыграем. Накупим немножко бревен наших. И посмотрим, как Аркволки сейчас будут атаковать. У нас тем временем на улице дождь, если что. На улице дождь, вот, то есть в дождливую погоду скорость передвижения отрядов снижается. Это надо тоже иметь в виду. То есть, понимаешь, здесь реально тактическая такая игрушка. Где ты прибываешь на остров, ты должен правильно, грамотно составить какую-то тактику боя твоего. Чтобы как бы тебе было понятно, что здесь происходит. Может, если ты в душе не стратег, то это будет херой. Потому что здесь реально надо думать головой, понимаешь. Мы с тобой думаем головой, между прочим. Да, мы с тобой думаем головой. Так, ну что. Поехали на наш остров. Здесь мы можем собрать вот эту вот всю штучку. И давай, наконец-таки, улучшим с тобой ратушу. Число лодок. У нас число лодок увеличится. Мне это очень сильно поможет. Потому что реально войск у нас очень много. А лодка всего одна. Так, а чтобы это дело открыть, что надо сделать? Подожди, я не понял. Я же это вроде улучшил, нет? А, усовершенствуйте мэрию до второго уровня. А, это будет как бы еще реальное время занимать. Типа 41 секунда, да, будет улучшаться мэрия. Ладно, пока оно улучшается, пойдем пока тогда на другой какой-то бой. То есть ты примерно понимаешь, что здесь происходит. Мы прибываем на остров, мы, короче, разрабатываем суперстратегию. И как бы выигрываем их всего. И как бы вот, такие-то, в общем-то дела. Не знаю, игрушка довольно-таки залипательная. Я поэтому сменил вебку, сел так поудобнее, чтобы мне было лучше, как бы. Потому что человек, я уже как бы не молодой. И когда я сижу постоянно на кресле, как обычно я записываю, у меня начинает болеть спина. Ну да, ребята, это, конечно, может смешно, но мне реально начинает болеть спина. У меня больная спина, мне так неудобно сидеть. А вот так вот я вебку поставил. В принципе, ты боком меня видишь, и все довольны, и все, в принципе, прикольно. Хорошо, но я же не зря вебку покупал. Я вебку покупал специально, чтобы вебку играть. Ну вот, вебку я купил, вебку я использую, все отлично, все зашибись. Против нас, кстати, играл какой-то Пихума. А сейчас у него дом как бы отъедет как бы в жопу, и мы выиграем. Давайте разрушайте его родник. Можно как-то побыстрее его родник как бы разрушать, нет? Хорошо, очередная победа. А Пихума у нас проиграл, если что. Так, немножко денег мы с тобой подняли. И бревна подняли. Но у нас там мэрия должна была улучшиться вроде на острове, нет? Да, мэрия улучшилась. Теперь мы сможем построить одну лодку. 20 секунд. Ну, пока эти 20 секунд идут, давайте поставим следующую цель, что здесь нужно будет сделать. Мэрию мы улучшили? Так, мэрию мы улучшили. Это у нас что такое? Лагерь армии. Он что делает? Ваша сила увеличивается с количеством солдат в вашем распоряжении, их уровнем. Прокачивая лагерь отрядов, вы откроете эпические отряды, которые помогут вам в войне. Да? Сколько это дело стоит? 500 досок стоит. Бляха, что везде доски-то нужны? Можно вот это вкачать в золотую шахту, а будет больше дохода приносить. 1500 бревен надо, бляха-муха, где столько взять? Так, отлично. Теперь у нас есть с тобой 2 лодки. 2 лодки это хорошо, 2 лодки это я смогу сейчас вот так вот еще сделать. А сейчас мы, скорее всего, вообще любую битву будем выигрывать. Посмотрим, как это будет сейчас выглядеть. С двух, с двух лодок-то это как бы вообще никаких проблем не должно быть. Мы просто так вот приплываем, просто всех нахер разносим. Все довольны, все счастливы. Мы тем временем продолжаем копить доски, чтобы построить какой-то там дом. А бомбометатель уже врезался вот в этот домик, между прочим. Очень жалко, что они в людей так сильно не врезаются. То есть, как бы получается, я как думал? Я думал, этот бомбер, он как бы спускается с плота и бежит как бы чужому отряду и там взрывает их всех нахер. Но оказалось, что нет. Так, Жу-Ки-Ву. Жу-Ки-Ву мы с тобой победили. 200, 304 доски. 304 доски это пока что все равно мало. Так, ну давай награду тогда возьмем. Возьмем с тобой награду и откроем еще какие-то карточки. Бомбить. Карточку бомбометателя мы еще одного открыли. Так, это у нас кто? Фехтовальчик. Мне бы что-нибудь, знаешь, мне бы что-нибудь такое. Какой-нибудь секретное войско, какой-нибудь редкий юнит. О, вот типа вот этих собак. Они, кстати, довольно-таки неплохо себя показывают на самом деле. Давайте объединим между собой вот две вот эти вот собаки. Так, собака, лезь сюда. Собака. Эти между собой не объединяются. То есть, уровень 2 у них максимальный, типа, да? Так, на остров, на остров, на остров. Нихера себе, у вас тут уже много так-то получилось уже. А, так, это все не то. Мне просто интересно, что здесь есть еще. Какие-то сундуки. Бляха, почему я все время сюда щелкаю? Не, нам надо в любом случае сначала улучшить вот эту вот штуку. 500 досок она стоит. 500 досок она стоит. Это надо еще минимум 2 битвы выиграть. 2 битвы выигрываем, как бы, и строим вот этот вот, этот наш домик. Так, чтобы у нас были более мощные войска, если что. Так, ну погнали, что ли. Видишь, эти собаки сразу бегут, короче, в тыл врага. Там все разносят. Эти бомбометатели потихоньку начинают разрушать все здания. То есть, это очень такая выигрышная стратегия, на самом деле. Ну, как мне кажется, опять же. Вот. Блин, как прикольно сидеть вот так вот на расслабончике. Е-мое, спина отдыхает. Все отлично. Мне, ребят, просто очень маленькое рабочее место, где вот это все записываю. Я сам метр 92, и такая шпала, как я, она не вмещается в это место, где я обычно сижу. И поэтому то, что я вот придумал такую схему, так вот сидеть, как я сижу сейчас, это просто вообще, это просто божественно. Это мое лучшее решение из всех принятых мной решений. Хорошо. Отправляем два корабля. Давайте разбирать эту всю фигню. Здесь уже больше войск, эти пикетчики, или как их, пляха-муха правильно назвать. Они стоят, просто смотрят, каких, каких вообще все разрушают. Это какой-то то ли баг, то ли что. Почему они сразу не агрятся, я не совсем понимаю. Так, ну давайте сейчас. А, вы просто так стояли, что ли, или ничего? Я же вас вроде не убил. Я как бы не знаю, почему так произошло, но да ладно, бог бы с ним. Так, поехали к себе на остров. Улучшим вот эту вот штуку. А, так. Мы ее улучшили, отлично. Теперь у нас что, по информации здоровья 750 уже, да? 750 здоровья, это хорошо. Так, а на мэрию, еще одну мэрию, что нам нужно? Случайный остров, это что? Переместите свой город на случайный остров на карте. Но это пока что рано, это третий уровень, да, типа нужен. Так, это у нас что? А, за две с половиной нам нужно улучшать бревна. А, ну давайте откроем тогда какую-нибудь еще одну карточку. Так, фехтовальщик, фехтовальщик. Блин, у меня уже столько фехтовальщиков, честно говоря. Мы их между собой вот так вот объединим, все будет отлично. А бомберы пусть идут, наверное, пусть они сзади идут, короче. Бомберы, они будут идти тупо сзади, потихоньку пробираться и разрушать здание. Так, ну давайте еще одну битву пройдем, в принципе, почему нет. Так, плеер, надо имя свое сменить, почему я называюсь плеером, я не совсем понимаю. Так, погнали. Так, сейчас вообще происходит дикая какая-то заруба, дикая смесь. Я не знаю, здесь очень тяжело сейчас меня будет победить, потому что, как бы, у меня столько войск. Среди них там собаки, короче, эти суперкрутые, если что. Ладно, может в будущем будет тяжелее, хрен его знает, Леви сейчас проиграл. Вот, ребят, давайте на сегодня будем заканчивать, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, пишите обязательно мнение по поводу вашей игры, по поводу этой игры, мне она нравится, честно говоря. А в следующей серии продолжим, увидимся.